Девушки отдыхают Здравствуйте, я Данил Медведев. Это программа «На будущее». 30 минут о том, как изменятся люди в 21 веке. Перестанут ли мужчины ходить на каблуках? Вернут ли они юбки женщинам? В ближайшие полчаса мы увидим, как мужчины и женщины будут выглядеть через 30 лет. Уже сейчас мы вооружены тракторами, роботами и атомным оружием. Поэтому в хорошо развитых мускулах мужчины нуждаются все меньше. Да и женщинам кормить детей грудью скоро будет не так уж и нужно. Ведь молоко генномодифицированной козы гораздо полезнее. Похоже, прогресс неумолимо стирает социальные и даже биологические границы между полами. В современной Америке традиционный брак, союз мужчины и женщины, уже выбирает только половина взрослых людей. Остальные ведут хозяйство одни, с детьми, с друзьями или с партнерами своего пола. Всего 10 лет назад Нидерланды первыми в мире узаконили гомосексуальные браки. Сегодня пара геев или лесбиянок может официально зарегистрировать свои отношения в 50 странах мира. Только в США этой возможностью уже воспользовались более 80 тысяч семей. Если человека все же не устраивает пол, с которым он родился, анатомию можно изменить. В Таиланде превращение из мужчины в женщину обойдется всего в 1500 долларов. Считается, что потребность в такой операции сейчас в мире испытывают около 200 тысяч человек. А понятие женственности и мужественности все быстрее становится всего лишь социальной абстракцией. Многие родители только по инерции давят на своих детей, заставляя будущего инженера играть в куклы, а детского врача в солдатике. Массовая культура поддерживает разницу полов лишь потому, что это выгодно. Ведь мировой рынок цветов, ювелирных украшений, косметики и эротического белья – это 700 миллиардов долларов. Покупайте тушь для ресниц, и вы будете настоящей женщиной. Это не имеет никакого отношения к нашим биологическим отличиям. Это уже социальный пол или гендер. Общество хочет, чтобы мы были одинаковыми и предсказуемыми. Не пора ли сказать, гендерное разделение устарело? Женщины давно освоили мужские прически, профессии и вредные привычки. Зато мужчины вытесняют их с рынка моды. И теперь в коллекциях все чаще встречаются мужские юбки, колготки и каблуки. Так станем ли мы все одинаковыми, бесполыми существами? Или наоборот, пора отказаться от такого примитивного разделения и придумать для каждого свой собственный гендер? А останутся ли в 21 веке истинные леди и джентльмены? И если да, то кому они будут нужны? В конце программы мы покажем вам мир, где мужчинами и женщинами не рождаются, а становятся. Если захотят. А пока давайте поймем, почему мы поделились на два пола и сколько полов на самом деле. Разобраться в этом нам помогут биолог Дмитрий Анатольевич Жуков, специалист, который знает, чем на самом деле отличается мужчина от женщины. И девушка, которая уже успела опровергнуть не один патриархальный стереотип, рок-музыкант Юлия Чечерина. Юля, вопрос первый к вам. Когда вы учились играть на гитаре, вам родные и близкие не мешали, не говорили, что девочка должна играть на пианино? А, пианино тоже было, но сначала я научилась играть на барабанах. А барабаны это совсем, наверное, мужской вид. Девочка тоже может играть на барабанах, у нее тоже две руки и две ноги. Различия между мужчиной и женщиной есть. И как биолог вы считаете, что барабаны... Они определяются различиями в строении и функционировании мозга. Я считаю, что особенно сейчас в 21 веке, когда прогресс летит и все цветет, вряд ли нужно делиться на полы. Потому что полы важны, пожалуй, в вопросе размножения только. А как вы считаете, это ересь такая человеческая или с биологической точки зрения это возможно? Нет, ну почему ересь? Это просто дилетантский подход, дилетантский взгляд. Женщина врожденно склонна к тому, чтобы избегать конфликтов, урегулировать их всякие вот эти. Мужчины врожденно склонны к тому, чтобы непременно победить в споре. Победить, вот задавить оппонента. Вот мужчина к этому склонен. Самое главное отличие и преимущество женского пола, то что их поведение исключительно пластично. Какая разница женщина-мужчина, особенно сейчас? А вот бывают женщины сексуальные маньяки, серийные убийцы? Думаю, бывают, конечно. Я не слыхал, это интересно. Сейчас уже тем более даже плодить людей можно будет отдельно от женщин. Потому что женская особь исключительно важна для размножения. Можно удалить из популяции 95% и 99% самцов, и все равно популяция восстановится очень быстро. И если самочки останутся целые, они нарожают. Есть такое популярное объяснение, что все, что с людьми необычного происходит, все отклонения и нетрадиционные поведения – это горе от ума. А вот в природе можно подсмотреть, как все исконно задумано. Но зоологи спешат нас расстроить. Наши сородичи млекопитающие часто забывают о том, что они самцы и самки, и ведут себя каким-то третьим альтернативным способом. Давайте убедимся на примере редкого вида грызунов – голых землекопов. Эти животные существуют большими колониями в подземных норах. У них есть одна размножающаяся самка – царица, и при ней два-три половозрелых самца, с которыми она спаривается. А остальные члены колонии, которых может быть достаточное количество, то есть они не участвуют в размножении. Если эта царица по каким-либо причинам утрачивает способность к рождению детёнышей, то её место занимает другая самка. И колония приобретает прежний вид. То есть, смотрите, получается, биологических полов у землекопов два, но в действительности часть самок и самцов как бы лишены своего пола. Не размножаются, не ухаживают друг за другом, только работают. Социологи уверены, что среди людей функциональных полов всегда было больше, чем два. Чтобы прояснить эту непростую идею, мы пригласили исследователя социального пола Ирину Тартаковскую. То, как человек выбирает себя проявлять, как мужчина и женщина, это далеко не только его или её свободный выбор. Очень много чего к нему предъявляет общество в этом отношении. И если индивид себя ведёт не так, как в данной культуре ему прописано, то в зависимости от культуры он может столкнуться с более или менее жёсткими воздействиями с санкциями, от моральных до очень даже физических. Почему одна буква обозначает всё? И то, как человек должен одеваться, и то, на каких инструментах он должен играть, какие книжки он должен читать, с кем он должен разговаривать, должен он входить, опустив голову или подняв голову. Почему это всё описывается одной буквой? Можно привести пример? Финляндия – это страна победившего феминизма. Там не то, что про 8 марта никто не слышал, это бог-то с ним. Но никто тебе не скажет, как вы замечательно сегодня выглядите. Там дверь перед тобой не приоткроет, там пальто подать. Это модно по морде получить уголовное преследование. А что это обязательно, что ли? И это очень не хватает. Стерильная страна. Я хочу совершить с тобой половой акт. А нужно сегодня женщинам и мужчинам вот эти старые гендерные традиции? Ну, это зависит от культуры. Уля, вот расскажите. Мне бы оказалось навязчивым сервисом, честно говоря. Вот в закандинавских странах, которые обычно приводятся как образец гендерного равенства, может быть, с куртуазным обращением там действительно не так хорошо. Но зато там гораздо меньше разрыв в зарплатах. Зато там нормой стало вовлечённое родительство обоих родителей, когда нормально, что отец проводит с детишками очень много времени, может взять декретный отпуск и так далее. Но ведь у них, извините, на разрыв в зарплате 20% примерно женщины получают меньше, чем мужчины. В Финляндии, насколько я знаю, по меньшиням процентов 15. Но в России женщины получают в среднем 60% мужского зарплата. То есть это значимая разница. Да, безусловно. Просто вот в Финляндии, несмотря на все вот эти вот внешние признаки... Ну, вы понимаете, Дмитрий, это не происходит мгновенно. Несколько поколений должно смениться, прежде чем мы уберём эти эффекты полностью. Даже если мы начнём с нейтральностью. А вы считаете, женщинам нужно платить меньше денег? Конечно, она должна дома сидеть, с детьми заниматься-то, а? Должна кому? Кому? Обществу. Надо рожать детей, детей рожать. Рожать детей? Зачем это рожать-то? А у вас тут сколько детей? Один. Что-то вы слабо долг обществу отдаёте. Юля, вот вам если придёт кто-то и скажет, надо выполнять долг. Давай рожали, не херенафига. Нет, я бы не хотела рожать, мне жаль своего здоровья. Я бы хотела, чтобы рожали уже какие-нибудь там инкубаторы, роботы и всё такое. Женщин надо беречь. Потому что женщина, рожая ребёнка, теряет лет 10 жизней. На вынашивании, на сами роды ещё. У неё выпадывают зубы, ломаются суставы и кости. Дмитрий, представьте себе, что прошло 20 лет, и общество немножко изменилось. Там стало, допустим, больше людей, которые не соблюдают вот эти границы. Слава богу, я там жить не буду. А что вы будете делать? Я уже умру, к этому времени. Он улетит в космос, я думаю. Зачем? Это так скучно, когда не будет мужчин и женщин. Много других вариантов. Но их и так уже нету, по-моему. Разве скучно? Будет ли это означать, что у нас будет мир без гендера, где кажется, человек такой, какой он хочет? Или же у нас возникнет много разных гендеров вместо М и Ж. У нас будет М1, М2, М3. Ну, наверное, всё-таки возникнет много разных гендеров. Гендерные нормы поведения, скажем, шофёра-дальнобойщика, там, отличаются от гендерных норм поведения, чтобы не говорить про ненужного сотрудника, например, да? Это будут разные типы маскулинности. Маскулинность – это такой кодекс правильного поведения для мужчины. Если мужчина её нарушает, то он становится как бы не мужчиной. В Австралии добился один человек право во всех документах писать, что он среднего пола. Сначала законам запретили, потом разрешили. Ну и что австралиец добился права дуршлаги на голове. Нет, это важно, потому что это меняет нормы. И когда вы говорите, вот, должно быть вот так, должно быть так. Ну, это истерическое поведение. Вот человеку вот хочется как-нибудь выделиться. Ему никак не выделиться, кроме вот своих сексуальных фантазий. Хорошо. Что ещё может происходить такое, что порождает новые гендерные роли или меняет сильно старые? Я надеюсь, что будут находиться такие формы гендерного поведения, которые будут менее конфликтными. Ну, вот одна из таких вот вещей – это вот новое отцовство, вовлечённое отцовство, да. Потому что традиционно отец не очень много участвовал в воспитании детей. Сейчас это меняется. Очень многие мужчины много занимаются своими детьми. Это создаёт ситуацию гораздо большего взаимопонимания между полами. Что касается полов, вы согласны, что будет больше свободы? И это приведёт к тому, что ситуация для Дмитрия Анатольевича будет очень необычная. Вот для российских мужчин, мне кажется, смена норм поведения мускулинации – вопрос выживания вообще. Потому что если мы посмотрим, вот эти вот причины смертности, да, огромное количество, то, что отличают Россию от стран, там, и Восточной Европы, и Азии – это огромное количество насильственных смертей. И первая позиция, например, ДТП, да. Это определённый стиль вождения, это, опять-таки, агрессивный. Да, это специфическая манера обращения к своему здоровью, когда настоящие мужчины об этом не заботятся. Но ведь происходит эта агрессия у нас в мозгу биохимически, правильно? Да, есть. Знаете, это сложная довольно штука, как это происходит в мозгу. Есть интересная книжка про тестостерон, там замерялся тестостерон некоторого количества испытов, в основном это были мужчины, которые были в ситуации некого вызова. Это были спортсмены, там, разных видов спорта перед соревнованиями, студенты перед экзаменом, и женщины были как контрольная группа. Вот замеряли тестостерон, уровень тестостерона до испытания и после. Что оказалось? Что у тех, кто успешно прошёл испытание, тестостерон вырос. У тех, кто провалился, проиграл соревнования, и так далее, он остался на том же уровне или снизился. При этом вот уровень тестостерона, который был до испытания, никак не предсказывал успех этого. То есть получается, что связь-то довольно сложная. В данном случае некое социальное событие повлияло на гормональный пол. Более того, у женщин, которые успешно преодолевали какое-то препятствие, тоже возрастало уровень тестостерона, потому что тестостерон у женщин тоже есть. Герой нашего следующего сюжета абсолютно уверен, что какой бы ни был у человека пол, это ещё ни к чему не обязывает. Ни к ношению брюк, ни к каким приметам пола. Идея оказалась настолько актуальной, что тут же принесла автору мировую славу. Начинающие модели слушают его во всём, как покорные жёны грозных мужей. Что так устрашающе действует на девушек, плюшевая игрушка или цветастая юбка, неясно. У Данилы своё объяснение. Для того, чтобы быть мужчиной, тебе не нужно выглядеть мужественно. Ты либо мужчина, который хочет быть сильным человеком, либо ты имитируешь, что ты сильный человек. Чувство юмора – это самая главная мужская хватка. Юмора Даниле не занимать, но это не единственное его оружие. По словам Полякова, знакомиться с девушками гораздо проще в юбке и на кабуках. Кабуке – это неудобно. Все девушки знают, что это неудобно. И это и чем больше их восхищает. Что типа, как ты в этом ходишь? Я не могу в этом ходить. А ты так, вообще-то я мужского пола. Мы более сильные, чем вы. Ходить в таком виде по улицам он не смущается. Какая разница, к какому полу тебя причисляют? Главное, чтобы любили. Дизайнер-модельер Данила Поляков в нашей студии. Вы в сюжете говорили про то, что, чтобы быть мужчиной, не нужно как-то особо одеваться. То есть, ваш гендерный ролик, она какая? Традиционная, маскулинная, мужская? Я думаю, что она постоянно меняется из-за, как бы, в какой ситуации я нахожусь. Можно я скажу, если мы приходим в университет, и такого внешности студент быть не может. Существуют, да, как это называется, дресс-коды, о. И я гашу таких студентов, которые вот так пытаются. Где-то можно, а где-то нельзя, правильно? Да, совершенно нет. А вы специально сейчас это говорите для того, чтобы меня спровоцировать? Почему спровоцировать? Я считаю, что если вы говорите студенту, как одеваться, у вас точно... Я не говорю, я его просто выношу с зачета. А мы хоть раз ходили в купальники, в умеренных купальники? Ни разу. Почему? Я видел недавно этот фильм, там, где вот там он в женские мысли стал слышать, да? И я подумал, что я ни разу не носил колготки и не напеливал на себя. Может быть, вот вся жизнь пошла бы другим путем, если бы я... Так вы дни эти жизни уже. Вы бы посоветовали попробовать человеку одеть мужскую одежду, женскую одежду, просто чтобы попробовать... Англичане в свое время запустили госпрограмму, выпустили специальные рюкзаки, имитирующие беременность, для того, чтобы эти подростки поменьше беременели. И там эти вот, ну, то есть на живот рюкзак надевали. Они якобы воспроизводили 63 симптома беременности, включая, значит, постоянное давление на мочевой пузырь. Вот, чтобы девочки, значит, поняли, как это тяжело. Но это не привело к уменьшению подростков беременности. Данила, вот вопрос. Ваше личное представление о том, ну, что человек делает со своим внешним видом, то, что он делает с тем, как он одевается, в какую сторону вы бы хотели лично увидеть в обществе движения? Я бы хотел, чтобы мужчины перестали выглядеть как рабы, а женщины, чтобы перестали выглядеть как рабы. Поясните, в чем рабство? Это заурядность, это боязнь привлечения к себе внимания. Мы все прячемся за одеждой, при этом просто вскрываем свои комплексы из-за своего тела. И все пытаются выглядеть в соответствии с какому-то непонятному образу идеального человека. Я считаю, что человек может идти голый по улице, и его не должны забирать в милицию. Конформизм, да, вот против которого бунтует Данила, необходимо соответствовать гламуру, вот этим вот всем вещам, которые надо на себя напяливать, тратить на это бешеные деньги, работать над своим телом, работать, работать, чтобы тянуться каким-то образом, все равно недостижимым. Действительно не делают человека более счастливым. Мне тоже больше нравятся нонконформисты, люди, которые имеют смелость выглядеть так, как они хотят, и выражают себя так, как они хотят. Если мы почитаем античных авторов, это же вот Древняя Греция, Древний Рим, это общество тотального, ну не гомосексуализма, бисексуализма, это совершенно было нормально. И там вот, и они вот все пишут, что человек должен выглядеть, если он мужчина, как мужчина. Вот Нерона, за что мешают все авторы практически? Потому что он одевался в женские одежды, он ходил в шелке, на каблуках. Но у вас это бизнес, я понимаю вас прекрасно, вам нужно эпатировать публику, вы с этого делаете деньги. Но я не зарабатываю деньги на этом. Я этим занимался, я пошел в эту индустрию, отказываясь от коммерческих проектов, для того, чтобы показать то, что мужчины перестали, вот они становятся свиньями, которые не понимают, за что женщин любят. Еще 500 девчонок, значит, готовы заплатить свою там тысячу баксов. Я ненавижу таких людей. Скажите, можно сделать, чтобы люди не были такими агрессивными, потому что человеку нужно доказать, что он мужчина. У меня есть знакомые в Испании, они говорят, у них каждые две недели происходит убийство, когда мачо испанский убил свою девушку, просто чтобы показать, какой он мачо. То есть всех надо стерилизовать, да? Не, ну, как бы чуть более серьезно. С этого начать-то нельзя. Большинство насилия происходит из-за того, что мужчину могут подколоть то, что он нестандартной ориентации. И из-за этого включается момент, то, что я, да ты что, да не, я ты что, мачо. Окей, ладно. Пусть для большинства людей вопросы гендера сейчас стоят не очень остро, но есть и такие, кто со своим биологическим полом жить никак не соглашается. В цивилизованных странах медицина считает таких людей больными и лечит меняем пол, а российская считает психически больными и отправляет в психушку. Но меньше их не становится. Мы встретились с одной из них. Эта длинноногая брюнетка спешит не в бутик и не на тайное свидание. И подчеркнуто смелое платье говорит не о раскованности, а о силе воли. Встреча с психиатром, неприятные вопросы и косые взгляды – это плата за решение, которое изменит жизнь Ульяны навсегда. Скажите, пожалуйста, как давно вы почувствовали необходимость поменять пол? Я не могу точно назвать возраст, но это были первые сознательные воспоминания. То есть лет пять, я не знаю, четыре года, садик, детский сад. Психиатр Александр Теслер видел десятки таких, как Ульяна. Его задача – понять, что движет этими людьми. Мода, желание выделиться, психическое расстройство или, правда, попытка взять верх на природу и допустившую ошибку. Психиатр-сексолог Александр Теслер присоединяется к нашей беседе. Александр, скажите, пожалуйста, это правда, что людей, которые хотят сменить пол, становятся с каждым годом всё больше? Ну, я бы сказал, у таких людей появляется больше возможностей сменить пол. В разные времена, по статистике, видимо, их было примерно столько же. Просто они не могли это афишировать. Хотя, вот я помню, был такой замечательный центр сексопатологии, пневпсихиатрии имени Ганушкина. И там как раз занимались работой с подобными людьми и давали разрешение уже тогда, лет 20-25 назад, на изменение, на оперативное вмешательство, на изменение документов. А сейчас просто стало действительно больше свободы и больше возможностей людей быть теми, кем бы они хотели быть. Почему человеку приходится вмешиваться так резко в свой организм? Если человек в здравом уме, в здравой памяти, действительно пришёл к выводу, что по разным мотивам он хотел бы поменять свою внешность, свой пол, это его право. И дальше уже идёт рутинная процедура, врачебная. У современной медицины есть масса возможностей изменить гормональный фон, масса возможностей провести оперативное вмешательство. Хотя один изумительный американский психоаналитик, говоря о перенимении пола, говорил, что меня совершенно не интересует мотивация человека, который меняет пол. Всё равно кастрированный мужчина останется кастрированным мужчиной. И женщина, которая себе что-то пришила, останется женщина, которая себе что-то пришила. Вам, вот хотя бы профессионально, не было бы интересно, если нету проблем со здоровьем, если это не опасно, оказаться в теле женщины? Ну, периодически со мной это бывало, самые приятные воспоминания. Ему же не частично, а полностью перенестись в тело женщины? Не знаю, как-то вот такие фантазии мне ещё не приходили, даже в таком эротическом моменте. Ти же грехи древние, они же описывали. Поверьте, если бы захотелось, я бы пофантазировал и смог бы вам ответить. То ли я много работаю, то ли у меня просто... Вот если бы я был психиатром-сексологом, мне бы показалось... Это не гомофобия, это не какую-то, это не зашоренность. Ну, просто у меня не было таких фантазий. У меня разные бывали. Это тема для нескольких передач. Но это и не было. Интересно, то есть вот психиатром-сексолог, который никогда не думал о том, чтобы оказаться в теле женщины. Да потому что голова-то у нас... Ирина, вот как вы считаете, вот поведение такое двух наших гостей, мужчин, оно говорит о некоторой вот этой повышенной маскулинности и боязни её утерять? Да какая болезнь? Ну, куда мне в 58 лет чего-то бояться потерять? Здоровье я уже потерял. Репутации раньше не было. Подаром учить так, что совершенно не волнует общественное мнение. Что потерять? Сейчас развивается несколько технологий. В кавычках можно назвать переселение в другое тело. Если вам одевают очки стерео, а к манекену или к другому человеку две камеры ставят, то соединив картинку и тактильные ощущения, можно создать ощущение перехода в другое тело. Например, вас таким образом перенести в тело маленькой куклы, то вам покажется, что мир вокруг увеличился. Ни за что в тело маленькой куклы я не полезу. Наверное, эксперимент какой-то такой возможен, но это будет всё равно очень относительно иметь отношение к жизни, потому что когда мы в течении каком-то чувством, это не одномоментное ощущение. Мы помним про своё тело, про то, как им пользуются. И это всё не передастся, если просто войдёшь с помощью сознания, с помощью какой-то компьютерной технологии в другое тело, как вот в матрицу. А ну это как в грузинском тосте, чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было, да? Уже сняв эти очки, ты выйдешь иным человеком. Уже сейчас есть люди, которые, сохраняя биологический пол, тем не менее говорят, мы не участвуем в ваших межполовых играх, мы асексуальны. А есть люди, которые говорят, что... А кому-то они поляну расчищают. Может быть, это и есть естественный отбор. Ну, напоследок, давайте каждому из вас дадим возможность пофантазировать. Каким же вы лично видите для себя желаемое будущее гендера? Начнём, Дмитрий Анатольевич, с вас. Во-первых, женщин нужно лишить избирательного права. Их нужно законодательно платить, им меньше, чем мужчинам в три раза... Запретить разводы, чтобы она сидела дома, вот, и, значит, не смело рыпнуться. И тогда будет вот благолепие, рождаемость высокая. Всё, мужчина должен быть хозяином. Опять многие мужчины хотят развестись. Мужчины должны иметь такое право. Женщине это категорически надо запретить. Я считаю, что так или иначе, всё равно сохранится гендерное равновесие. Да, определенные технологии медицинские, биологические дадут возможность пожелающим тихо перетекать из одной гендерной категории в другую и наоборот. И, может быть, даже этот процесс будет обратимым. Но я считаю, что без гендерного равновесия не может быть прогресса на этой земле, не может быть эволюции. Плюс один. Итак, как следует из того, что мы обсудили, наш социальный пол будет меняться по следующей программе. Подчеркнуты брутальные мачо и трепетные тургеневские девушки скоро станут такой же экзотикой, как сейчас бородатые женщины. Границы между мужчинами и женщинами будут размываться. Большинство людей станут совершенно свободны в выборе своего социального пола, а самих полов станет больше. Хирургическая смена биологического пола станет быстрой, дешевой и безопасной, но пользоваться ей по-прежнему будут немногие. Да и зачем ложиться под нож, если обществу наплевать на вашу анатомию? К тому же индустрия развлечений уже в ближайшие 10 лет разработает костюмы для виртуальной реальности, которые позволят каждому человеку во всей полноте ощущений почувствовать себя в теле мужчины, женщины или даже дельфина. Можно на пару часов для романтического свидания, а можно и на несколько лет для выстраивания полноценной личной жизни. Коррекция врождённых биологических отличий между мужчинами и женщинами станет повседневной практикой. Прежде всего, развитие получит обратимые методы влияния на мозг и гормональный статус. Тестостерон поможет нарастить мышечную массу, если вы хотите служить в армии. Прогестерон усилит любовь к младенцам, если вы работаете в яслях. Ваш биологический пол тут совершенно ни при чём. Выбирать профессию, как и образ жизни, в новом столетии будут сами люди, а не только их половые хромосомы. С вами была программа «На будущее». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok